J.L.E. расширит российскую гамму моделей большим кроссовером. В Китае паркетник именуется Синьюи Эль, но перед российским дебютом этого одноклассника Хёнде Санта Фе успели переименовать. Он будет называться Манджаро. На самом деле, открыть продажи флагманской модели планировалось еще год назад, но известные события помешали рыночному дебюту новинки. Хотя автомобиль даже успел пройти процедуру обязательной сертификации, причем дважды. Собственно, полученное под конец года новое одобрение типа транспортного средства не меняет главного. Дилеры получат Манджаро с двухлитровым турбомотором, восьмиступенчатым автоматом i-Syn и полным приводом, реализованным через многодисковую муфту. Как отмечает издание «Китайские автомобили» в шоурумах марки J.L.E., живые машины появятся через пару месяцев, в конце марта или начале апреля. По прогнозам, цена флагмана превысит 4 миллиона рублей. Кстати, до официального старта продаж поставки таких кроссоверов открыли серые дилеры. Скажем, во Владивостоке J.L.E. Монжаро отдают за 3 миллиона рублей. Правда, это более скромная версия, чем та, что получила российский сертификат. В России прошли северные испытания внедорожников «Тэнк». В одном только «Сургуте» инженеры провели около месяца, чтобы проверить работу двигателя, трансмиссии и других систем при экстремально низких температурах. По итогам тестов «Тэнки» прошли адаптацию. В частности, на кузова решено наносить усиленную антикоррозийную защиту. Большой сенсорный дисплей медиасистемы дополнили кнопками, чтобы водителю было удобнее на морозе. Кроме того, «Тэнком» прописан полноценный зимний пакет. Для России предусмотрены обогревы лобового стекла, форсунок омывателя, всех сидений, а также омыватель камеры заднего вида. Старт продаж первых моделей, внедорожников «Тэнк-300» и «Тэнк-500», запланирован на первый квартал 2023 года. Между тем, бывший форпост китайского автопрома на российской земле, черкесский автозавод «Дервейс» ожидает реорганизация. Из закрытого предприятия хотят сделать индустриальный парк, куда подселят фирмы разного профиля. Например, на предприятии задумали выпускать канатные дороги для горнолыжных курортов, отмечает Минпромторг. А вот сборкой автомобилей на предприятии больше заниматься не планируют. Напомним, что прежде завод выпускал машины нескольких китайских марок. И даже производил внедорожник оригинальной конструкции под названием «Дервейс Ковбой». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова